теперь расширим нашу задачу мы будем проверять не только на уникальность sbn но также на то что sbn содержит у нас только цифры которые могут быть разделены пробелами и дефисами цифра должно быть не более 13 штатного валидатора в данном случае нет нам придется реализовать свой мы используем анонимную функцию в нашу функцию виде callback будет передано 4 параметра это значение поля массив который содержит первичный ключ вообще весь массив данных который был передан в метод и объект валидируемое поле в данном примере мы с вами используем анонимную функцию то есть функция которую мы объявляем прямо здесь и больше не сможем эту функцию использовать так она не имеет названия случае же если валидатор нам понадобится применить еще раз в другом месте то имеет смысл объявить отдельно именованный метод и здесь его просто указать здесь мы удаляем все разделители пробелы и дефисы очищенные от разделите sbn проверяем по регулярному выражению в случае если наша валидация прошла успешно возвращаем true если же произошла ошибка то возвращаем сообщение об ошибке компоненте у нас есть метод var2 в котором у нас добавляется элемент с sbn 4 0 дефис 3 0 д пробел 0 0 2 как видим это невалидная sbn открываем публичную часть где у нас размещен компонент видим что у нас отработал компонент выявилось сообщение об ошибке так наш sbn не прошел валидацию добавление элемента при этом не произошло